И было в год смерти царя Азии. Видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенным. И наполнен был храм славой его. И серафимы стояли окрест его. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы его!» И поколебали сверхи врат от гласа восклицающих. И дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, И живу среди народа также с нечистыми устами, И глаза мои видели царя, Господа Саваофа!» Тогда прилетел ко мне один из серафимов, И в руке у него горящий уголь, Который он взял клещами с жертвенника, И прикоснулся уст моих, и сказал, «Вот, это прикоснулось устам твоим, И беззакония твои отнимет, И грехи твои очистит». Книга пророка Исаии В конце февраля 1903 года профессор Сербский разрешает Врубелю покинуть психиатрическую клинику, чтобы провести весну с семьей. Сначала Михаил Александрович один отправляется в Крым к сестре за вдохновением, но погода там оказывается неожиданно холодной. Способность творить, на которую, так надеялись, врачи, не возвращается. Писать он не может, и от беспомощности приходит в глубокое отчаяние. Через месяц он возвращается назад в Москву, и жена везет его на хутор в Киевскую губернию. Надежда Ивановна вспоминала, с какой огромной радостью приближались они к городу, где оба делали первые шаги на поприще искусства, как ждали встречи со старыми друзьями, и как радость эта сменилась жестоким горем. Их маленький сын, Савочка, которому не было еще и двух лет, заболел в нетопленном вагоне воспалением легких, и 3 мая в Киеве скончался. До похорон Михаил Александрович держался очень мужественно, но потом сказал, везите меня куда-нибудь, а то я вам наделаю хлопот. Лето он проводит в рижских лечебницах, а в сентябре, когда после каникул открываются московские, опять попадает к сербскому. Состояние его чудовищное. Он страшно страдает, долго не может прийти в себя. Но в ноябре вдруг снова начинает читать и рисовать. И вскоре работа превращается в неумолимую потребность, которая увлекает его и днем, и ночью. Он пишет все, что попадается ему на глаза. Больных, санитаров, смятую постель, вид из окна. А в декабре берется за большую картину, которая называется «Шестикрылый Серафим». И услышал я голос Господа, говорящего «Кого мне послать, и кто пойдет к людям сим?» И я сказал «Вот я, пошли меня». И сказал он «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердце, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я «Надолго ли, Господи?» Он сказал «Да коли не опустеют города и останутся без жителей, и дома ненаселенными, и земля останется пуста». Книга пророка Иссалия Год смерти царя Азии и этого видения с 742-й до Рождества Христова. Ровно через 20 лет северное еврейское царство Израиль было стерто с лица земли, и народ Божий увидел, как воплощается слово пророка. Исайя продолжает взывать к совести Иудея, чтобы и на ее голову не обрушился тот же гнев за язычество и суеверие, за жестокость и развращенность нравов, за несправедливость властей, и за то, что богослужение превратилось в одну лишь видимость. В Рубеле мучает бессонница и депрессия. Температура чуть ли не каждый день поднимается до 39, ломает суставы, правую кисть сковывает ревматизм. Но он все равно упорно продолжает писать, несмотря на острую боль. И к августу, наконец, побеждает. Он выписывается, перевозит Серафима в Петербург, параллельно начинает там работать над оперными костюмами и очень светлыми портретами жены. Но наступает трагическое 9 января. Академия бурлит. Друзья отказываются иметь дело с правительством. Врубель снова попадает в клинику. Вот Господь, Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника, и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. И дам им отроков в начальнике, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. И юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможию. Книга пророка Исаии. В 1905 году Ребушинский задумал один очень интересный проект объединить выдающихся современников. Он заказал лучшим живописцам портреты лучших литераторов. Серов писал Бальмонта, Андрея Белого Бакст, Иванова Сомов, Михаилу Александровичу, жившему тогда в частной лечебнице доктора Усольцева, достался Брюсов, с которым они раньше никогда не встречались. Из воспоминаний Валерия Яковлевича. Правду сказать, я ужаснулся, увидев Врубеля. Это был хилый, больной человек в грязной, измятой рубахе. У него было красноватое лицо, глаза, как у хищной птицы, торчащие волосы вместо бороды. Первое впечатление сумасшедшее. Он вошел в неверной тяжелой походкой, как бы волоча ноги, и после обычных приветствий спросил, это вас я должен писать? И стал рассматривать меня по-особенному, по-художнически, пристально, почти проникновенно. Сразу выражение его лица изменилось. Сквозь безумие проглянул гений. В жизни во всех движениях Врубеля было заметно явное расстройство, но едва рука брала уголь или карандаш, она приобретала необыкновенную уверенность и твердость. Человек умирал, разрушался. Мастер продолжал жить. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и прознословный, и лукавый, и сжалом мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, плающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и вишть, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Своего первого пророка, Пушкинского, Михаил Александрович написал в 98-м году, когда сам еще не очень хорошо знал Священное Писание. Исайя, выглядя там почтенным старцем, хотя в момент призвания был лет около 30-ти. Врубель имел блестящее юридическое образование, говорил на восьми языках, великолепно знал европейскую философию, и считал, что на вопросы веры должно отвечать в духе времени. Искусство – вот наша религия, истина в красоте. А впрочем, добавлял, кто знает, может еще придется умилиться. Это умилиться на церковно-славянском произносит пораженное видением Исайя. Теперь, с разрешения доктора, врубелю по вечерам читают Библию. Его часто навещает сестра, главная его молитвенница и просветительница, и новый пророк, которого он пишет одновременно с шестикрылым Серафимом, заметно молодеет. С изумлением, судя по воспоминаниям Брюсова, врубель замечает, как много в Библии пища для ума, как она порой неправильно понимается, и как глубоко изучил ее Пушкин. Слово «Серафима», например, встречается не только в книге Исаии, но и у Моисея в числах, где оно используется в значении жгущих змей, посланных жалить за грехи людей Израиля. Отсюда жалы мудрые змеи, а новое сердце Александр Сергеевич взял из книги пророка Исекииля. «Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его», — говорит Господь Бог. «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти грешника умирающего», — говорит Господь Бог. «Но чтобы обратился он от пути своего, и чтобы жила душа его. Обратитесь, и живы будете». «Я был поражен», — пишет Брюсов, когда однажды утром, понизив голос, доктор Усольцев рассказал мне, что он видел накануне. Придя поздно вечером к Врубелю, он застал его совсем раздетым, на корточках, кругом обходящим свою комнату. На вопрос, что он делает, Врубель, смутясь, ответил, что на него наложена эпитемья. За свои грехи он должен в таком неудобном положении сто раз обойти вокруг своего жилища. На меня этот рассказ произвел впечатление гнетущее, но через минуту вошел сам Михаил Александрович, столь же спокойный, можно сказать, добродушный, как всегда, и тоже, как всегда, сосредоточенно принялся за работу. Скоро, однако, и мне пришлось быть с горестью свидетелем душевного расстройства Врубеля. На ближайшем сеансе, все продолжая рисовать, он как-то странно сжал губы и вдруг спросил, «А что, вы ничего не слышите?» «Ничего. А мне вот, кажется, голоса. Я думаю, что это говорит Робеспьер. Один раз он спокойно сказал мне, что накануне был суд революционного трибунала, который приговорил его к смерти. Его очень мучила мысль о том, что он дурно, грешно прожил свою жизнь, и что в наказании за то в его картинах оказываются непристойные сцены. Это он, Врубель разумел дьяволом, он делает с моими картинами. Ему дана власть за то, что я, не будучи достоин, писал Богоматери Христа. Он все мои картины исказил. Душа сама собою стеснена. Жизнь ненавистна, но и смерть страшна. Находишь корень мук в себе самом, и небо обвинить нельзя ни в чем. Я к состоянию этому привык, но ясно выразить его б не мог ни ангельский, ни демонский язык. Они таких не ведают тревог. В одном все чисто, а в другом все зло. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Все его мучения происходят от того. Лермонтов был, конечно, его первой любовью. Нестеров рассказывает, что в Киеве Врубель как-то сотворил великолепное большое полотно моления о чаше. Воснецов с Праховым, его начальники по росписям, были в восхищении и немедленно съездили за коллекционером, который тут же это чудо и приобрел, оставив его в мастерской для маленьких доделок. Внезапно разбогатев, Михаил Александрович отправился в цирк, где пленился очаровательной итальянской наездницей. Его охватило страстное желание запечатлеть красавицу, но вот несчастье, под рукой не было холста. И тут гениальную голову озарила счастливая мысль написать актрису поверх Гефсиманского сада. Когда явился покупатель, от его картины остался лишь один незаписанный угол. Врубель при этом был абсолютно счастлив и заверял, что напишет другой шедевр, даже лучше. В какой-то опасной игре он бывало рисовал ангела, а потом превращал его в демона или наоборот. Но и тогда глаза у ангелов были какими-то неангельскими. Возможно, он хотел сказать, что бесы тоже ведь когда-то обитали в небесах. Но, так или иначе, а с середины 80-х ангелы стали явно уступать свое место. Печальный демон Дух изгнания Летал над грешною землей И в лучших дней воспоминания Пред ним теснились и толпой Тех дней, когда в жилище света Блистал он, чистый херувим Когда бегущая комета Улыбкой ласковой привета Любила поменяться с ним Когда сквозь вечные туманы Познания жадные Он следил Кочующие караваны В пространстве брошенных светил Когда он верил и любил Счастливый первенец творения Не знал ни злобы, ни сомнения И не грозил уму его Веков бесплодных ряд унылый И много-много И всего припомнить не имел он силы Демону было уже полгода Когда с Врубелем познакомился Константин Коровин Под Киевом было жарко Они пошли искупаться И Константин Алексеевич вдруг увидел На груди у коллеги огромные белые полосы Как шрамы Да, это шрамы, сказал Врубель Я резал себя ножом Окунулись, растянулись И Коровин не выдержал А все-таки скажите, Михаил Александрович Что же это такое вы себя резали-то? Ведь это должно быть больно Что это операция какая-то Поймете ли вы, ответил Врубель Я любил женщину Она меня не любила Даже любила, но многое мешало Ее пониманию меня Я страдал от невозможности объяснить И это мешающе Я страдал, но когда резал себя Страдания уменьшались Так как я тогда не страдал От любви к женщине То действительно ничего не понял Но все же подумал и сказал Да, сильно вы любили Если любовь, ответил Врубель То она сильна И не в меньшей степени Близок был Михаил Александровичу Лермонтовский пророк Не было ни одного человека Пишет тот же Коровин Который бы больно не укусил его Или не старался бы укусить Что за озлобленная ругань И ненависть Сыпались на бедную голову Михаила Александровича Он изверился из-за непонимания Окружающих И горьки часто были его глаза И сирота был Этот дивный философ-художник Такие милые шутки жизни Не проходят даром Он стал попивать вино Но никогда Нигде этот человек Не сказал ни про кого худо Не сказал, что нужно было сказать Подлецы С тех пор, как вечный судья Мне дал всеведение пророка В очах людей читаю я Страницы злобы и порока Провозглашать я стал любви И правды чистые учения В меня все ближние мои Бросали бешеные каменья Посыпал пеплом я главу Из городов бежал я нищий И вот в пустыне я живу Как птицы Даром Божьей пищи Когда же через шумный град Я пробираюсь торопливо То старцы детям говорят С улыбкой самолюбивой Смотрите, вот пример для вас Он горд был Не ужился с нами Глупец Хотел уверить нас Что Бог гласит его устами Смотрите ж, дети, на него Как он угрюм И худ И бледен Смотрите, как он Наг И беден Как презирают Все его Лермонтов написал Своего пророка В продолжение К Пушкинскому Врубель сумел Пройти обратным путем Можно сказать, что его душа Была Тамарой Он долго обманывался Поэтизировал зло Говорил, что его демон Это не бес А образ Мечущегося человека Но потом Михаил Александрович Приютил мамонтов Посватал за сопрано Своего театра Любимицу римского Корсакова Надежду Забелло Царевну-лебедь Врубель дышал ей Придумывал костюмы Для дома и сцены Лично одевал ее Перед каждым спектаклем Жутко застенчиво Перед ней он раскрывался Как маленький ребенок Даже нищета прошла Жизнь налаживалась И он стал смотреть на нее Нормальными человеческими глазами А на демона Тамаринами Только не начало поэмы А концами В пространстве Синего эфира Один из ангелов Святых Летел на крыльях Золотых И душу грешную От мира Он нес В объятиях своих Издалека уж Звуки рая К ним доносилися Как вдруг Свободный путь Пересекая Взвелся Из бездны Адский дух К груди Хранительной Прижалась Молитвой Ужас Заглуша Тамары Грешная душа Судьба Грядущего Решалась Пред нею Снова Он стоял Но Боже Кто б Его узнал Каким Смотрел он Злобным Взглядом Как полон Был Смертельным Ядом Вражды Не знающей Конца И веяло Могильным Хладом От неподвижного Лица В 1902 Михаил Александрович Заканчивает Демона О котором Христос Говорит Я видел Сатану Спадшего С неба Как молнию Такого Конца Демонианы Дьявол Врубелю Конечно Не простил Картину Которую Столько Для него Значило Освистали И не только В традиционно Терзавшей Его академии Третьяковка Отказалась Ее купить Тогда У Кроткова Михаила Александровича И начались Гневные припадки Срывы И он Впервые Попал В сумасшедший Дом Февраль 1906 Года Дорогой Мишуренко Пишет ему Сестра Надя В восторге От твоего Серафима И я Так же Дягилев Добавляет Надежда Ивановна Взял для Парижской Выставки Все что у Меня было В особенности Обрадовался Клинической Картине Которая Была Сюрпризом Вообрази Мишу Что вчера Я на аукционе Городском Купила Твою вещь Вероятно Восьмидесятых Годов Какой-то Зимний Или лунный Пейзаж Немножко Дорого За 151 Рубль Но это Доказывает Что твоя Картина Очень в цене Левитан Пошел За 7 Рублей В эти Дни Михаил Александрович Окончательно Ослеп Но Как это Не кажется Невероятным Говорит Анна Александровна С потери Зрения Психика Брата Стала успокаиваться Его перевезли В Петербург В клинику На Васильевском Острове Поближе К Академии Художеств Соратников Правда Он принимать Не очень любил Потому что Стеснялся Своей немощи Зато утешался Ежедневными Чтениями Сестры И частым Пением Надежды Ивановны Так прошли 4 года Могло бы И больше пройти Но Зимой 1910 Он заболел Воспалением Легких О смерти Узнал заранее Накануне Сам тщательно Привел себя В порядок Горячо С благодарностью Поцеловал руки Своей Нюточки И своей Надюше А ночью Сказал санитару Николай Довольно мне Здесь уже лежать Поедем в Академию В словах этих Заканчивать Свои воспоминания Анны Врубель Было Какое-то Пророческое предчувствие Через сутки Приблизительно Брат был уже В гробу Торжественно Перенесен В свою Альма Маттер От жизни Лживой И известной Твоя мечта Тебя влечет В простор Лазурности Небесной Или в глубину Сапфирных вод Нам недоступны Нам незримы Меж сонмов Вопиющих сил К тебе Нисходят серафимы В сиянии Многоцветных крыл И в час На огненном закате Меж гор Предвечных Видел ты Как дух Величий И проклятий Упал в провалы С высоты И там В торжественной Пустыне Лишь ты Постигнул До конца Простертых Крыльев Блеск Павлиний И скорбь Эдемского Лица Валерий Брюсов Врубеля Многоцветных крыл Многоцветных крыл Многоцветных крыл Многоцветных крыл